Физические упражнения не способствуют снижению веса. Нет, это не так. Причина, по которой физические упражнения не помогают, заключается в следующем. Это профессор Тим Спектр. Он ученый, удостоенный множества наград. Я автор бестселлеров и профессор медицины. К тому же он входит в топ 100 самых цитируемых ученых в мире. Сейчас мы будем говорить о будущем персонализированного питания. Многие считают вас ведущим экспертом в области здоровья кишечника и диетического питания. Каково ваше мнение о кетогенной диете? Это практически невозможно. А как насчет витаминов? Это пустая трата денег. Каковы факты, связанные с голоданием? О боже мой. Вот дерьмо. Что значит нет, дорогая? Пищевая промышленность хочет, чтобы вы сосредоточились на калорийности, содержании жира и сахара, так что вам не нужно думать о качестве пищи. Никогда не проводилось никаких долгосрочных исследований, показывающих, что подсчет калорий является эффективным способом похудеть и поддерживать потерю веса. Именно поэтому я хочу, чтобы люди относились к еде совсем иначе, чем мы это делали в прошлом. Так во что же это обойдется? Депрессия и тревога неразрывно связаны с качеством микробов в вашем кишечнике. Это микроскопические насекомые, обитающие в нашем кишечнике. Все они способны выделять химические вещества, жизненно важные для нашего организма, когда их кормят правильной пищей. Причина, по которой мы находимся в таком состоянии, заключается в том, что мы уничтожили множество наших полезных насекомых. Я думаю, что люди не задумываются обо всех положительных преимуществах и не считают, что вам нужно их наращивать. Боже, все это так сбивает с толку. Когда вы идете по проходу в супермаркете, все вокруг пытаются притвориться, что это хорошо. Так откуда же мне знать, что именно хорошо? Вы просто обязаны это сделать. Давайте по-быстрому. В начале этих эпизодов я сказал вам, что 74% людей, которые часто смотрят этот канал, еще не нажали кнопку «Подписаться». И я сказал вам, что чем больше становится канал, тем лучше становятся гости. И надеюсь, я справился с этим для вас. Итак, у меня есть две вещи, которые я хотел бы вам сказать. Во-первых, если вам когда-нибудь нравился этот канал, не могли бы вы оказать мне и моей команде услугу, а именно нажать на кнопку «Подписаться». Потому что это помогает этому каналу больше, чем вы думаете. И как я уже сказал, чем крупнее канал, тем лучше у нас будут гости, но кроме того, мы приближаемся к одному миллиону подписчиков, и когда мы достигнем один миллиона подписчиков, мы уже много месяцев работаем над тем, чтобы сделать что-то очень масштабное, к чему нас всех приглашают. Я расскажу вам об этом, когда у нас наберется миллион подписчиков. Тим, многие считают вас ведущим экспертом по темам, касающимся здоровья кишечника, питания, питания и так далее. Но как бы вы описали свою собственную профессиональную академическую биографию? Что же это за биография, изложенная вашими собственными словами? Все это очень сложно. Так что за эти годы я довольно сильно изменил свою внешность. И к тому же я довольно необычен с точки зрения академических медиков, которые обычно очень строго придерживаются одной специальности на протяжении всей своей карьеры, и боятся идти куда-либо еще. Так вот, я учился в медицинской школе, занимался обычными делами, потом захотел стать врачом, а затем занялся ревматологией. А что такое ревматология? А также костями и суставами. Хорошо. Так что это была моя специальность, если хотите. Но я заинтересовался эпидемиологией, которая заключается в изучении факторов риска в различных группах населения. Когда вы просто наблюдаете за тысячами людей, а не за одним пациентом. Действительно, я снова переключился на учебу, потому что меня действительно заинтересовала идея о том, что однояйцевые близнецы должны быть одинаковыми. Они клоны, они прожили всю свою жизнь вместе, все их гены идентичны. А чем же они отличаются друг от друга? Вопреки тому, что все думали, однояйцевые близнецы часто умирают в разное время. Они болеют разными болезнями. У одного из них бывает депрессия, у другого все в порядке. Все эти различия очень велики. Так вот, в чем же заключалась моя своеобразная головоломка? Чем же отличаются однояйцевые близнецы друг от друга, если у них одинаковые черты лица? Они прожили одну и ту же жизнь, только благодаря такого рода поискам, чтобы выяснить это, я изучил кишечные микробы близнецов и обнаружил, что они отличаются друг от друга. И это действительно привело меня с научной точки зрения на совершенно новый путь. С этого момента я совершил своего рода скачок в области питания, чтобы сказать, теперь мы открыли для себя совершенно новую науку. Все то, что мы неправильно поняли в отношении питания, внезапно обретает смысл. Так что теперь я бы сказал, что я эпидемиолог, который действительно специализируется на вопросах питания и здоровья кишечника и пытается изменить отношение людей к еде. Это было блестящее резюме вашей карьеры и академического образования. Как Магл вроде меня, который действительно новичок во многих из этих тем, я понимаю, что изучение эпидемиологии — это изучение подобных генетических первопричин заболеваний. Дело не только в генетических особенностях. Вот и все. В любых других. Первопричина заболевания не так ли? Так вот, люди, изучающие ковид, изучают его. Все они были эпидемиологами, отслеживающими заболевания, пытающимися выяснить, кто им заразился, когда оно возвращается и насколько распространено. Вы совершенно правы. Все эти базовые вещи присущи популяциям на довольно крупном популяционном уровне. Правильно, я вас понял. Вы также написали 800 статей, более 800 статей на эту тему. В 2014 году вы основали британский проект по изучению микробиома кишечника и написали пять книг на эту тему. Я имею в виду, что прочитал две из них, которые лежат здесь передо мной. Я действительно заинтригован и вашей личной историей, потому что написать эти книги и проделать всю ту работу, которую вы проделали, это очень много значит. Это очень большая работа. Для этого требуется большой энтузиазм. Вы сказали, что на то, чтобы закончить эту конкретную книгу, ушло почти шесть лет. В чем же заключается личный мотив, стоящий за этим? Что побуждает вас продолжать заниматься этой темой? Мне просто нравится погружаться в новую область, выяснять, что то, что все цитировали на протяжении десятилетий, является полной чушью. И было основано на каком-то крошечном исследовании, в котором приняли участие девять человек. У меня такое ощущение, что я настоящий детектив. И поэтому у меня всегда возникало желание стать в некотором роде одержимым детективом, углубляясь в эти области. И в то же время это совпало, знаете ли, с различными событиями в моей жизни, которые, вероятно, подтолкнули меня в определенных направлениях больше, чем в других. Вы знаете, по которым я бы не пошел иначе. А что это были за события в вашей жизни? Наверное, в школе я был довольно ленивым учеником. Это могло бы удивить некоторых людей. Вы всегда предполагаете, что если вы профессор и добились успеха, то в школе вы были спецназовцем. Но я проделал абсолютный минимум работы, так что я поступил в медицинскую школу и проучился несколько первых лет в медицинском колледже. Я потратил целый год на то, чтобы доказать, что вам не нужно посещать никаких лекций, и вы все равно можете сдать экзамен. А это на самом деле было очень непросто. В конце концов я понял, что это гораздо сложнее. А потом, конечно же, в возрасте 21-го года, мой отец внезапно скончался в одночасье от сердечного приступа. Никакого предупреждения вообще не последовало. Я отправился кататься на лыжах с друзьями. И я думаю, оглядываясь назад, что это событие изменило меня и, возможно, придало мне немного больше направления и энергии, чем я мог бы иметь. Я не совсем уверен, как бы все сложилось, если бы он не умер. Но для меня его внезапная смерть в возрасте 57 лет заставила меня задуматься о том, что мне нужно сделать больше в своей жизни. Я тоже мог бы умереть пораньше. Это было то, что, я думаю, подтолкнуло меня к тому, чтобы делать все эти вещи, которые мне не нужно было делать. Но я чувствовал, возможно, большее принуждение к этому. И может быть это также заставило меня заинтересоваться всей этой идеей генетики, чтобы спросить, ну вы знаете, были ли у него гнилые гены, а есть ли у меня такие же гены, неужели я умру в возрасте 50 лет. Так что, оглядываясь сейчас назад, я думаю, что трудно быть абсолютно уверенным в этом, но такой сценарий представляется вполне разумным. Я читал и слышал от членов вашей команды, что это оставило у вас ощущение, как вы там вроде как сказали, что вы тоже можете умереть молодым, если это связано с генетикой. Определенно, да. Нет, я всегда говорил своим детям, вот и все, вы знаете, сколько их было. Я как бы наполовину пошутил, но сказал, что мне осталось прожить всего 7 лет, или что бы это ни было. Вы говорили об этом своим детям? Да. Чтобы попытаться подготовить их к этому? Я думаю, что да, но это был мой способ пошутить. Я не знал другого способа пошутить. Это не было похоже на то, что я писал свое завещание и говорил, подсвечники здесь и все остальное. Но это было так, да, раньше я относился к этому легкомысленно, но знаете, в глубине души, да, я чувствовал, что мог бы уйти пораньше. Так что мне нужно продолжать в том же духе, я думаю. Как и я сам в то время, скорость роста цен ускорилась из-за еще одного личного инцидента, произошедшего со мной в то время. Это был небольшой инсульт? Да, мы называем это мини-инсультом. Это закупорка сосудов. Но я не мог работать в течение трех месяцев. Я не мог читать, и из-за этого впал в легкую депрессию. Так вот, за те три месяца, пока вы не могли читать, я прочитал, что вы были цитатой. Я превратился из спортивного, более подтянутого мужчины средних лет, в страдающего депрессией, страдающего от инсульта, принимающего таблетки, с высоким кровяным давлением. Они сказали, что этот опыт повредил вам, и в течение трех месяцев вы не могли работать. Начиная с того, что у вас была довольно стремительная, бурная жизнь, вы были прикованы к постели. И за эти три месяца ваше внимание к микробиаму только усилилось, не так ли? Да, я как раз заканчивал читать самые последние фрагменты предыдущей книги, совершенно разные друг от друга, в которых рассказывается о том, почему близнецы были разными. Вы совершенно правы. И в качестве своего рода запоздалой мысли, я написал на одной странице о том, что на самом деле микробиам может быть ключом к решению этой проблемы. А что же такое микробиам? Именно это слово мы используем для обозначения сообщества кишечных микробов. Это микроскопические насекомые, обитающие в нашем кишечнике. И к тому же это биом, потому что он похож на настоящее сообщество джунглей. В нем обитает множество различных видов животных, тысячи из них сосуществуют в наших нижних отделах кишечника, в нашей толстой кишке. А также они сами. Такое ощущение, что за последние 10 лет мы открыли в нашем организме новый орган. Если сложить их все вместе, то получится, что они весят примерно столько же, сколько наш мозг. Хорошо, так что просто уму непостижимо думать обо всех этих жучках, которые по отдельности кажутся крошечными. Если сложить их вместе, то они действительно весят несколько фунтов. Так что вы можете думать о них как о микробном саду, но я все чаще склоняюсь к тому, чтобы думать о них как о невероятной аптеке. Таким образом, все они способны постоянно откачивать химические вещества, жизненно важные для нашего организма. Таким образом, тысячи различных химических веществ ежеминутно откачиваются этими кишечными микробами, когда их кормят правильной пищей. И эти химические вещества играют ключевую роль в работе нашей иммунной системы. Большая часть нашей иммунной системы на самом деле находится в нашем кишечнике. Большинство людей об этом не знают. Мы думаем, что она находится у нас под мышками или где-то еще. Но на самом деле все иммунные клетки постоянно общаются с микробами нашего кишечника с помощью этих химических веществ. И наша иммунная система очевидно имеет решающее значение для всего нашего организма и для борьбы со старением раком, ковидом, инфекциями, аллергиями и тому подобными вещами. Таким образом, у вас также есть микробы, которые могут вырабатывать химические вещества, влияющие на мозг и определяющие, будете ли вы счастливы или грустны. Или же мы знаем, что они жизненно важны при депрессии. Это очень важно для регулирования того, сколько вы едите, вашего аппетита, когда вы чувствуете себя сытым. Они также обеспечивают вас ключевыми витаминами, всеми витаминами группы В и многими другими компонентами, нейрохимическими веществами, такими как серотонин, который играет ключевую роль в счастье и в том, как действуют антидепрессанты. Все это вырабатывается вашими кишечными микробами. Таким образом, мы постепенно начинаем понимать, что эти ребята играют абсолютно решающую роль в том, как наш организм реагирует на все, что в него попадает. Будь то обезболивающие, антидепрессанты или химические вещества в виде пищи. И именно поэтому я хочу, чтобы люди относились к еде совсем по-другому, чем мы это делали в прошлом. Идея заключается в том, что пища – это всего лишь калории, макроэлементы, содержащиеся в ней жиры, углеводы и белки. Эти четыре вещи – это менталитет столетней давности. Но ключом к ней является основа здоровья нашего кишечника, которую мы полностью игнорировали. И для меня это был очень важный момент ага. После десяти лет исследований я задался вопросом, почему однояйцевые близнецы должны отличаться друг от друга? В чем же это может быть заключаться? И вот оказалось, что микробы в их кишечнике совершенно разные. Это единственное, что я когда-либо находил за последние 30 лет, действительно отличающее однояйцевых близнецов друг от друга. И это объясняет, почему один заболевает раком, а другой нет, почему у одного развивается аутоиммунное заболевание, или у одного депрессия, а у другого счастье. Так что для меня появление близнецов было идеальным очевидным способом показать, насколько важны эти микробы для всех нас. Назовите некоторые из самых больших мифов, с которыми вы столкнулись, когда начали исследовать микробием, в которые в настоящее время верит большинство людей, и в которые я, вероятно, сейчас сижу здесь, верю о том, как сохранить свой кишечник здоровым. В чем же заключаются некоторые из этих ключевых мифов? Потому что я знаю, что вам нравится разрушать мифы. Я думаю, что большинство людей верит в то, что пробиотики, содержащиеся в йогурте, убиваются вашей желудочной кислотой. Так вот, они не работают, потому что все остальное уничтожается. Я часто слышу об этом. Но они этого не делают. Нет, некоторых из них убивают, но вы проглатываете миллиарды долларов, так что всегда проходит достаточно времени, чтобы добиться желаемого эффекта. И мы знаем, что пробиотики действительно действуют, хотя самые лучшие пробиотики содержатся в пище, а не в капсулах. Кроме того, существует множество ферментированных продуктов, которые являются одним и тем же продуктом. Я думаю, что большинство людей очень мало знают о микробах. Они считают, что большинство из них вредны для здоровья. О, я думаю, что они культивировали этот микроб или нашли паразита. Сейчас мы изучили состояние кишечных микробов 50 человек в США и Великобритании. В Великобритании у 24% из них есть паразиты. И этот паразит действительно полезен для здоровья. Он называется бластоцистис, и он ассоциируется с хорошим здоровьем, худобой, меньшим количеством внутреннего жира, более низким кровяным давлением. И в прошлом мы пытались избавиться от этого заболевания. И на самом деле причина, по которой мы находимся в таком состоянии, заключается в том, что мы уничтожили множество наших хороших насекомых. Поэтому я думаю, что люди должны понять, что большинство ошибок в нашей системе пытаются нам помочь. И мы действительно потеряли половину хороших видов по сравнению с тем, если бы вы обратились к охотникам-собирателям, или знаете, я провел некоторое время с племенем Хадзо в Африке. И знаете, у них в два раза больше видов, чем у нас, потому что они не используют антибиотики, они не у нас есть стерильные продукты питания. У них очень широкий ассортимент разнообразных растений и так далее. Поэтому я думаю, что люди думают, что микробы в их кишечнике действительно существуют только для того, чтобы навредить им, когда они съедят плохой шашлык или что-то в этом роде. Они не задумываются обо всех положительных преимуществах этого блюда. Они не считают, что вам нужно наращивать их количество. И на самом деле, чем больше у вас их будет, тем лучше. А как же мне их приумножить? Как мне стать более похожим на это племя? У вас должен быть более разнообразный ассортимент растений. Так вот, несколько лет назад мы провели исследование с участием британских и американских специалистов, которое показало, что если вы можете получать до 30 различных видов растений в неделю, то максимально увеличите разнообразие видов в своем кишечнике. Именно к такому разнообразию мы и стремимся. Помните, что у вас 30 растений, вы выглядите немного шокированным, но это все. Растения — это орех семя. Это не просто капуста. Это целебная трава, это пряность. А такие вещи, как кофе, для меня являются растением, потому что его получают из ферментированных бобов. Так в чем же заключается это разнообразие? В нем содержится больше ферментированных продуктов, у него более широкая цветовая гамма, а также исключаются ультраобработанные химические вещества, которые есть у всех групп населения, у которых лучшие кишечные микробы, они не едят ультраобработанные продукты, у них нет антибиотиков, у них нет антибиотиков. Это современный западный образ жизни. Вы упомянули о калориях, когда говорили о микробиоме. Один из моих друзей является опытным специалистом по подсчету калорий. И вы знаете, что он ест много пиццы домино. Если он слушает этот подкаст, то наверняка будет знать об этом точно. Он будет знать, что я добавляю его в свой список. Он все время ест пиццу доминос. Он питается как настоящий диетолог, питается обработанными пищевыми продуктами, но потом говорит мне, что все дело в подсчете калорий. Так вот, при всем моем уважении к вам, друг, я бы не сказал, что ему это никогда не удавалось. Но это не обязательно удавалось ему с точки зрения той цели, которую он перед собой поставил. Так вот, когда я читал о вашем взгляде на подсчет калорий в вашей книге «Съеденная ложкой», я сделал скриншот этого сегодня утром и отправил ему. И я послал. Я сказал, что вы несете чушь. Именно об этом я и сказал в своем послании. И сегодня утром мы от души посмеялись по этому поводу. Но каково же ваше мнение о подсчете калорий и о том, что мы можем похудеть или быть здоровыми, если речь идет всего лишь о дефиците калорий? Это полная чушь. Спасибо вам. Я сейчас сниму это видео и отправлю ему. Никогда не проводилось ни одного долгосрочного исследования, показывающего, что подсчет калорий является эффективным способом похудеть и поддерживать потерю веса после первых нескольких недель. Так что да, мы ведем очень строгий подсчет калорий. Если вы будете лишать себя этого в течение нескольких недель, то немного похудеете. Но даже если вы добьетесь успеха, эволюционные механизмы вашего организма будут заставлять вас испытывать все больший голод каждую неделю, когда вы будете лишать себя энергии. Ваше тело перейдет в своего рода режим отключения. Ваш метаболизм замедлится, так что вы не будете расходовать эти калории впустую. И я бы сказал, что более 95% людей неизбежно вернутся к своему исходному уровню, а многие и превысят его. Раньше они приходили в норму, если придерживались такого стиля ограничения калорий. Так вот, подсчет калорий – это неотъемлемая часть процесса. Поэтому люди пытаются сказать, «Хорошо, я не собираюсь садиться на радикальную диету, но я просто попытаюсь сократить потребление калорий в день на 10%, что, согласно старой теории, должно было помочь вам похудеть». Подсчитать количество калорий практически невозможно даже профессионалам. И еще потому, что для начала они не очень точны. Все, что указано на упаковке, вы должны взвесить сами. А еще сейчас в ресторанах полагается вести такой подсчет калорий. Они составляют плюс-минус около 30%, потому что размер порции имеет для этого огромное значение. И к тому же в США было доказано, что это бесполезное упражнение в любом случае. Так что вы не можете рассчитывать на то, что они будут участвовать в нем. На самом деле вы также не можете рассчитывать на то, что ваш метаболизм пойдет на уголь. Мы все невероятно разные люди. Вашему другу, наверное, сказали, что ему разрешено потреблять 2,5 килокалории. Это средний показатель. Но это не значит, что к нему это имеет какое-то отношение. Когда я тестировал этот показатель, мой средний показатель был намного ниже. Так что каждый человек – индивидуальность. И вот еще одна вещь, в которой нам нужно отойти от принципа «один размер» подходит всем. Но я думаю, что более важным является то, что все допущение о подсчете калорий означает, что не имеет значения, в какой форме эта калория содержится. Она оказывает одинаковое воздействие на ваш организм. Поэтому независимо от того, сокращаете ли вы калории, содержащие жир или углеводы, или знаете ли низкокалорийные газированные напитки, или что бы это ни было, «все будет хорошо». Но теперь мы знаем, что это неправда. И в настоящее время проведено несколько научных экспериментов, которые абсолютно точно подтверждают это. Один из них был проведен в Америке, где людям давали одинаковое питание в течение двух недель в своего рода закрытой полутюрьме. И один из них был домашнего приготовления, а другой подвергнут ультраобработке, оба были с одинаковыми калориями и одинаковыми макроэлементами. Группа людей, употреблявших ультраобработанные продукты, ежедневно переедала примерно на 200 калорий. Они постоянно возвращались в буфет за добавкой. Хорошо? Так что да, калории были те же самые, но воздействие на организм означало, что они чувствовали себя еще более голодными. Почему же так происходит? Мы точно не знаем. Вполне возможно, что эти химические вещества, содержащиеся в продуктах питания Альтравиорсис, воздействуют на кишечные микробы. А затем посылают сигналы в мозг, говорящие, ешьте больше. Это не натуральное вещество, это действительно странное химическое вещество. Оно творит со мной что-то странное. Я получаю взамен нечто странное. Вполне возможно, что вы усваиваетесь гораздо быстрее, поэтому у вас наблюдается сильный прилив сахара. И питательные вещества поступают в ваш организм намного быстрее, чем это должно быть в природе. И поэтому у вашего мозга нет времени сказать «я сыт по горло». Обычно на то, чтобы насытиться, уходит около 20 минут или около того. Или вот так вот. Так что это может быть матрица пищи. Это могут быть химические вещества, содержащиеся в пище, это может быть ее воздействие на кишечные микробы. Но это также могут быть и такие вещи, как резкие скачки уровня сахара в крови. Так вот, в ходе исследования Зои Предикт, в котором мы в основном опрашивали 50 человек, люди в США и Великобритании ели одни и те же продукты в одно и то же время и в одно и то же время суток. И у всех были эти кексы. Мы показываем этим людям, что каждый четвертый человек, у которого есть эти кексы, носит их на себе. Мы носим мониторы уровня глюкозы, которые в течение двух недель показывают вам, что происходит с уровнем глюкозы в крови. У каждого четвертого человека через три часа наблюдается настоящее снижение уровня сахара в крови. Так вот, именно здесь уровень сахара повышается, что является нормальным явлением, а затем, когда он снижается, он опускается ниже исходного уровня. Но только у одного из четырех человек. И когда это происходит, эти люди в конечном итоге переедают во время следующего приема пищи, и в течение дня они чувствуют себя более уставшими, более голодными. Вот это и есть своего рода 11-часовой спад, если хотите, если вы позавтракали углеводами. Некоторые люди чувствуют то же самое, а другие нет. И что действительно интересно, так это то, что каждый четвертый человек, съевший идентичную булочку с одинаковым содержанием калорий, в тот же день переедает еще на 10%. Так что вы можете видеть, как это просто опровергает идею калорийности, согласно которой количество потребляемых калорий равно количеству потребляемых калорий. Все остается по-прежнему. И еще третья вещь заключается в том, что ультраобработанные пищевые продукты содержат столько же калорий, сколько и цельные продукты. Но часто они не учитывают тот факт, что они измельчены и сильно рафинированы. И поэтому если вы возьмете миндаль или что-то в этом роде, они могут использовать молотый миндаль, а если сравнить молотый миндаль с цельным миндалем, то в нем возможно на 30% меньше доступных калорий, чем в цельном миндале, чем в другом. Так вот, вся эта затея полная чушь. И все это происходит потому, что пищевая промышленность хочет, чтобы вы сосредоточились на калорийности, содержании жира и сахара. Так что вам не нужно думать о качестве пищи. И это то, что они могут очень легко контролировать, повышать свою прибыль, продолжать добавлять в продукт синтетические вещества. Хотя мы знаем, что многое из того, что они добавляют, вредно для наших кишечных микробов. Таким образом, искусственные подсластители вредны для здоровья. А вот клеи, они склеивают продукты друг с другом. Эмульгаторы, некоторые люди довольно сильно реагируют на них, и они вызывают проблемы. Так что вся эта штука похожа на гигантский камуфляж. И это действительно одна из моих задач. Знаете ли, наверное, моя задача номер один. Заставить людей прозреть, перестать зацикливаться на калориях, и начать гораздо больше думать о еде, как о качестве, и о том, что она делает с вашим организмом. У нас очень качественная еда. А что такое качественная еда в вашем понимании этого слова? Это полная противоположность ультраобработанной пищи, которая представляет собой цельную пищу, приготовленную из оригинальных ингредиентов растений, в основном растительного происхождения, но не исключительно, которая содержит все питательные вещества, производимые этими растениями, без того, чтобы ее удаляли, кипятили, подвергали сильному давлению, деформировали и так далее. Они должны добавить обратно эти питательные вещества. Это вещи в их чистом виде. Так вот это орехи, семечки, зерна, которые не были размолоты очень мелко. Это все те удивительные растения, фрукты и овощи, которые у нас есть. Это здоровая пища, но вы знаете, что все не так просто и просто. Да, у меня есть вот этот список из десяти суперпродуктов. Я понимаю, что многие продукты, которые полезны для нас, в большинстве своем находятся в их первоначальном виде. Ягоды, орехи, практически каждый овощ полезен для нас, если он находится в этом первоначальном виде. Мы отошли от этого только потому, что нам пришлось научиться консервировать продукты, нам пришлось прибегать к хитростям, чтобы делать, знаете ли, маргарин и другие химические продукты. Но знаете ли, возвращаясь к прошлому, скажем оливковое масло, отличный пример того, что часто поносят, потому что в нем много жиров, и вы знаете, конечно, я подумал, о, Средиземноморье, у них есть оливковое масло и все такое. Это просто ужасно, все это жирное и жирное. Оказывается, это просто идеальное блюдо, оно получается из оливкового масла. Самое замечательное в том, что оливковое масло первого отжима очень мало влияет на него, и это хорошая, здоровая, качественная пища. Но она может быть рафинирована. Вы можете взять ее с собой и продолжать перерабатывать. Вы можете взять в качестве примера кукурузу в початках, и тогда на другом конце у вас будут, я не знаю, чипсы из тортильи, или что-то в этом роде, что будет хорошо смотреться. Или кукурузные хлопья, которые не имеют никакого сходства с оригиналом. И все они представляют собой различные варианты по своему спектру. Боже, это так сбивает с толку. Вы знаете, потому что то, что вы мне сказали, основано на исследованиях и исследованиях. Но потом, когда я захожу в супермаркет, чтобы наклеить этикетку, даже я просто думаю о кукурузных хлопьях. Мне кажется, я вырос с мыслью, что кукурузные хлопья полезны для здоровья, потому что в названии написано «кукуруза». Вы понимаете, что я имею в виду. И когда вы пытаетесь сориентироваться, я думаю, что я вырос с мыслью, что кукурузные хлопья полезны для здоровья. Я просто подумал, что если я сейчас пойду к алтарю, услышав то, что вы только что сказали, то качественная пища — это пища, которая не подвергается ультраобработке и отчасти напоминает свою первоначальную форму. Когда вы идете по проходу в супермаркете, все вокруг пытаются сделать вид, что это хорошо. Так откуда же мне знать, что именно хорошо? Я могу подойти к овощному отделу и сказать, «Хорошо, это похоже на капусту». Похоже, что с этим никто не связывался. Никаких исследований по этому поводу не проводилось. Это исследование не проходило через лабораторию. Но как мне понравится, если завтра я окажусь в проходе между рядами, как мне узнать, какая еда вкусная, а какая нет? Вы уже сказали первую вещь. Если она не в упаковке, значит, вы почти уверены, что она вкусная. Хорошо, так что если он спрятан в какой-нибудь упаковке, на которой изображены счастливые дети и сигналы о наличии витаминов, это должно быть предупреждающим знаком. Вы знаете, чем больше им приходится рекламировать продукты питания и говорить, какие в них содержатся добавки и все такое, тем больше вам следует относиться к этому настороженно. Количество ингредиентов — это еще один довольно хороший признак. Так что как только вам перевалит за 10, особенно если вы никогда не слышали о большом количестве ингредиентов, которых не найдете на своей кухне, вам также следует опасаться, что это ультрапереработанная пища. Все, что говорит о низкой калорийности, означает, что им пришлось добавить много искусственных подсластителей, белковых экстрактов или чего-то еще. Также является большим признаком опасности. Низкое содержание жира означает, что они заменили натуральный жир чем-то другим, более дешевым. И все это является предупреждающими знаками. А еще вы принимаете сухие завтраки. Раньше я ел очень много сухих завтраков. Я был воспитан на них, на очень сладких продуктах. А потом я подумал, что веду здоровый образ жизни, когда перешел на лосятину и всякую всячину поши-поши. Но на самом деле, когда у вас все еще сохраняется такая видимость здорового образа жизни, в нем все еще содержится много добавок. В нем все еще содержится много сахара. Это просто замечательно. А еще в эти пакетики с хлопьями добавлены витамины, но они часто находятся в очень плохом состоянии. Однажды я провел эксперимент, в ходе которого взял немного кукурузных хлопьев или чего-то особенного, не помню, чтобы там говорилось о добавлении железа. А если вы все это смешаете, то можете приложить к нему магнит и снять железные опилки. Они настолько дешевы, что просто поставили галочку в графе «В них содержится железо», но при этом они не попадают в ваше тело и ничего не делают. Так что все, что содержит эти вещества с добавлением вот этого, с низким содержанием вот этого, является признаком того, что они ухудшают качество продукта. Так оно и есть, вы знаете, но там очень много мозгов, вы знаете, нам промывали мозги в течение многих лет и десятилетий. К тому же я был не только врачом, но и должен был бы знать лучше. И все же я полностью изменил два своих приема пищи, полностью изменив их. Так что я отказался от мюсли с нежирным молоком, апельсиновым соком и чашкой чая, потому что я так и сделал. Когда я начал проводить эти тесты для Зои, я обнаружил, что это привело к резкому скачку сахара в крови. И это был ужасный способ начать свой день. А еще в 11 часов я съел вот этот обезжиренный йогурт с высоким содержанием жира, орехи, семечки, несколько ягод и никогда не пил апельсинового сока. Это за мой счет. Это действительно вредный для здоровья напиток для всех. А еще у меня есть много черного кофе, который, как я теперь знаю, полезен для меня. Так что это совершенно другое дело. Я менял свой рацион питания по меньшей мере на 1015 лет. Когда я попал в больницу, у меня был больничный обед, который раньше подавали в столовой. Тогда это был ресторан Маркс и Спенсер. У меня есть здоровый на вид бутерброд с черным хлебом, сладкой кукурузой и тунцом, а также коктейль в маленькой бутылочке. И от этого у меня резко подскочил уровень сахара в крови. А я бы об этом и не догадался. И еще мне сказали, что это должно было быть полезное для здоровья блюдо. Существуют не только общие правила, но и особые правила. И вот тут-то и появляется вся эта идея индивидуальности. Так что вполне возможно, что вы могли бы это сделать, и у вас все будет хорошо. Я даже не знаю. Я был очень раздосадован, потому что когда я начинал, мы как раз начинали проводить это тестирование для Зои. У меня были все эти запасные комплекты, и я подарил один из них своей жене. Мы садимся за стол, и она говорит по-французски. Она бельгийка и обожает круассаны. Так что у каждого из нас будет по круассану. Мой бы просто взорвался. У нее вообще не было никаких изменений в сахаре, и это действительно раздражает. Да-да. Так что это также наводит на мысль о том факте, что все любят упрощенные правила, но с их помощью можно продвинуться только очень далеко. Вы должны сами начать экспериментировать и посмотреть, что вам подходит, а не просто принимать все как должно. И в этом действительно заключается вся суть организации этого персонализированного исследования в области питания, Зои и всего остального. Но вдобавок ко всему, я думаю, что этот общий совет касается изменения всего представления о еде в целом. Потому что я думаю, что они действительно идут рука об руку, и если вы осознаете, что существуют эти индивидуальные различия, вы поймете, что все не так просто, как вам говорили. Дело не в том, что жиры — это зло, дело не в том, что калории — это плохо. Знаете ли, все гораздо более тонко. Вы упомянули там о завтраке. Я слышал, что вы периодически голодаете. Периодическое голодание, мне кажется, я быстро произношу это слово. Периодическое голодание. Да, мы просто воспользуемся искусственным интеллектом, чтобы заменить это слово моим голосом. Что это такое? Оно прерывистое. Давайте просто назовем это голоданием просто для тех людей дома, которые не могут этого произнести. За последние 3-4 года голодания стало действительно популярным занятием. Многие мои друзья часто говорят об этом. Опять же, мне кажется, что это снова входит в моду. Но в чем же заключается? Каковы факты, связанные с периодическим голоданием? Хорошо, я думаю, что эта тема является довольно актуальной уже около 10 лет, но периодическое голодание. Это обобщающий термин, обозначающий все виды различных видов голодания. И вы, возможно, помните, что периодическое голодание в стиле 5-2 было довольно распространенным явлением около 10 лет назад. Кроме того, в Америке часто применялись такие длительные голодания, когда люди голодали по 2-3 дня и проводили детоксикацию организма. О боже, да! И все в таком роде. Так что вы должны понимать, что вы должны указать, в какое время и о чем мы говорим. Но я думаю, что самый интересный вид голодания в настоящее время это так называемый прием пищи с ограничением по времени. Я могу сказать именно так, прием пищи с ограничением по времени. Трех, хорошо, и так идея в том, что вы не меняете то, что вы едите. Вы просто меняете то, как вы едите, и меняете свое время приема пищи. Таким образом, большинство людей в Великобритании и США будут есть по 14-16 часов в день. Это я и есть тот самый человек. Не так ли? Много перекусывайте и продолжайте есть допоздна. А что касается ограничения времени приема пищи, то мы стараемся сократить это время в среднем примерно до 10 часов. Хорошо ли это? Оно может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Есть и более экстремальные варианты, и более мягкие, но похоже, это именно то сладкое местечко, с которым большинство людей могут справиться. Прошло 10 часов. А это значит, что вы начинаете есть в 11, заканчиваете в 9. Например, или же вы можете захотеть работать с 8 утра до 6 вечера. В 7 часов вечера. Я не могу заниматься математикой. Так вот, сейчас за всем этим действительно стоит наука. Таким образом, существует множество исследований, показывающих, что не только у мышей и крыс это помогает им, их метаболизму, управлению энергией. Но есть некоторые доказательства того, что это помогает в небольшой степени снизить вес. Но это улучшает уровень вашего воспаления, и многие люди сообщают об улучшении энергии и настроения. Мы только что провели масштабное исследование с помощью бесплатного приложения Zoe Health Study, в котором приняли участие 130 человек, которые записались на пробную версию, если хотите, в течение двух недель. И как это неудивительно, большинству людей это удалось. И только за этот двухнедельный период мы действительно наблюдали улучшение настроения и прилив энергии. И действительно, чувство голода странным образом уменьшилось. Но во многом мы пришли к выводу, что люди действительно стали меньше перекусывать. Так что это было не так. Мы не будем уговаривать их делать меньше. За это время вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Но люди просто стали уделять больше внимания, и не хватали что-нибудь поесть непосредственно перед тем, как лечь спать. Так вот, наука, лежащая в основе всего этого, действительно интересна, потому что вашему организму нужно время для восстановления, так же, как и вашим клеткам. Мы запрограммированы на этот циркадный ритм, который очень сильно соответствует солнечному, знаете ли, с тех пор, как мы все были в Восточной Африке. И все было запрограммировано таким образом, чтобы наше тело находилось в таком состоянии работы в течение дня, мы едим, делаем все свои дела, а затем ночью ночью все восстановится. По мере того, как уровень гормонов стресса снижается, у вас появляется все необходимое для восстановления организма. Таким образом, мы очищаем все загрязнения в наших клетках. Но теперь мы знаем, что то же самое происходит и в нашем кишечнике. Таким образом, если вы дадите отдых своему кишечнику в течение 14 часов, вы дадите время всем остальным микробам выйти наружу и действовать как ремонтная бригада, как силы уборки, которые убирают весь беспорядок, который вы оставили после себя. Они прекрасно очищают стенку вашего кишечника, а чтобы она не протекала, избавляют от воспаления. И это изменение, дающее им передышку, действительно приносит огромные преимущества. Так что я отнесся к этому по-настоящему скептически и много раз голодал и экспериментировал с книгами. Но я думаю, что за последние два года я действительно убедился в том, что это действительно то, что действительно работает и подходит некоторым людям. Но самое главное, что это подходит далеко не всем. К тому же в каждом человеке есть своя индивидуальность. Возможно, вы любитель перекусить, и вам очень трудно подолгу обходиться без еды. Хорошо, я действительно знаю, что у нас в Зое есть несколько человек, которые говорят, о, это ужасно. Но что касается меня, то просыпаюсь утром, я вдруг понимаю, что вовсе не умираю с голоду. Это далеко не первое, о чем я думаю в своей голове. К тому же очень легко дождаться 11 часов, чтобы что-нибудь съесть. И к тому же это не такое уж большое лишение. Это то, что вы могли бы продолжать делать всю свою жизнь, и я думаю, именно этим мы здесь и занимаемся. Так что я думаю, что по этому поводу можно многое сказать. Но я думаю, что людям нужно сделать это по-своему. Повторяю еще раз. Люди любят единое, единое черно-белое решение всех своих проблем. Но я бы посоветовал всем желающим попробовать это сделать. Возможно, вам захочется поступить по-американски. Пораньше поесть и пораньше закончить. Возможно, вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают питаться по утрам. А может быть, вы предпочитаете вести светскую жизнь, питаясь вечером и пропуская утренние занятия. Мне придется проявить немалую дисциплинированность, чтобы перестать есть шоколад в 2 часа ночи. Так что не могли бы вы просто еще раз подвести итог? Питание с ограничением по времени, основные преимущества этого, заключаются в том, что мой микробием будет здоровее. У моего микробиома будет больше времени на очистку, что потенциально повлияет на потерю веса и общий уровень энергии, и так далее, и так далее. У меня хорошее настроение. Хорошо, круто. С меня этого достаточно. Я думаю, что это достаточно убедительная причина. И я предполагаю, что это также влияет на сон, потому что, знаете ли, употребление шоколада в 2 часа ночи, скорее всего, не поможет мне качественно выспаться ночью. Абсолютно верно, да. Нет, я думаю, что здесь есть какая-то связь. Мы изучаем этот вопрос в настоящее время. У нас нет никаких результатов этого исследования, но мы также регистрируем качество сна. Но лично я, когда начинаю этим заниматься, действительно лучше сплю. К тому же у меня действительно начался небольшой рефлюкс. Так что многие люди страдают от изжоги. И это опять же связано с тем, что вы едите и употребляете алкоголь довольно поздно, у них не остается достаточно времени, чтобы лечь спать. Это вызывает стресс у вашего организма в то время, когда он должен быть расслабленным. Так что я думаю, что да, все должны попробовать это сделать. И вы знаете, что это может быть как раз то, что вам нужно. И это просто заставляет вас задуматься еще и о том, чтобы больше думать о том, что вы едите, но знаете, что бы сказать. Хорошо, давайте дадим моему телу отдохнуть. Точно так же, как вы сделали бы, если бы выполняли режим физических упражнений, что угодно. Я просто думаю о том, чтобы питаться по-другому, а не просто использовать топливо. А как насчет витаминов? Все эти витамины лежат у меня рядом с кроватью. Не у моей кровати, а у раковины в ванной комнате в моей спальне, потому что, вы знаете, я пошел на какой-то рынок, и тамошняя дама сказала мне, что все эти витамины очень важны. А потом я не знаю, может быть, я увидел рекламу на Фейсбук или что-то в этом роде, и в итоге я купил еще витаминов. А еще я настоящий коллекционер витаминов. Мы здесь не одни такие. Я думаю, что 50% британского населения регулярно принимают витамины или пищевые добавки каждый день. И к тому же это огромная отрасль промышленности. Я прочитал пятую главу вашей книги. Так что я немного груб по поводу содержащихся в ней витамины. Пожалуйста, скажите мне об этом. Так что я знаю, и именно это расстраивает людей больше всего. Люди говорят, что я так не думаю. Я верю всему остальному, что вы говорите, но я не верю вашей главе о витаминах. И опять же, это немного похоже на религию, проглатывать таблетку и надеяться, что она принесет хоть какую-то пользу. Все данные свидетельствуют о том, что при проведении рандомизированного контролируемого исследования эти витамины не действуют. Если только у вас нет какого-то действительно странного заболевания и дефицита, или по какой-то причине вы не можете придерживаться нормальной диеты. Но это самое крайнее средство для людей, которые сидят на ужасной диете. Если у вас приличная разнообразная диета с большим количеством растительных продуктов, вам вообще не нужны витамины. И раньше я их употреблял, а сейчас не употребляю ни одного, за исключением редких 12-перстных, потому что у меня всегда было мало 12-перстных, и у меня почти не было мяса. Но за исключением 12 пунктов, все улики указывают на то, что все эти вещи являются пустой тратой денег. Вы хотите сказать, что все те витамины, которые я проглотил за последние 10 лет, были результатом того, что меня обманула витамина индустрия, и не оказали никакого существенного влияния на мое здоровье? Да, они могли бы оказать какое-то вредное воздействие, например, на людей, принимающих кальций, и тому подобное. Показано, что если вы регулярно принимаете кальциевые таблетки, то у вас больше шансов заболеть сердечными заболеваниями. Вы шутите? Прямо сейчас, пока мы разговариваем. У меня на кухне возле раковины в буквальном смысле стоит баночка с таблетками кальция. Да, кальций содержится почти в каждом растении, а также в вещах, которые мы обычно расщепляем, регулярно усваиваем в небольших количествах. Если вы принимаете что-то вроде кальциевой добавки, то, возможно, принимаете ее в количестве полграмма. Наш организм не приспособлен для того, чтобы расщеплять этот огромный объем химических веществ, и поэтому они плохо распределяются по организму. А исследования показывают, что они откладываются в ваших артериях и могут затвердевать в них. Так что нет никаких доказательств того, что кальций помогает людям, а не помогает сломанным костям. Он не помогает при остеопорозе. Все то, о чем нам говорили, действительно помогает. Так что все доказательства были налицо, и вы заставили все эти компании настаивать на этом. Очень многие из этих вещей могут оказаться контрпродуктивными. Но меня больше всего беспокоит то, что если люди думают, что могут проглотить таблетку, им не нужно думать о правильном питании. И поэтому все необходимое поставляется в бутылочки или таблетки. Они могут просто отказаться от нездоровой пищи и быть здоровыми. И это совершенно неправильно, потому что диета, как я уже сказал, является самым важным выбором продуктов питания, которые мы делаем для нашего здоровья. А принимать продукты, которые не помогают, которые могут быть контрпродуктивными, а иногда и вредными, это безумное заблуждение. Я действительно пребывал в состоянии безумного заблуждения. У меня наверху так много пищевых добавок. Они могли бы оказать эффект плацеды. Возможно, вы почувствуете себя лучше от того, что приняли их, как вы говорите. Я чувствую себя здоровым человеком, потому что принимаю их. Я не знаю, являюсь ли я здоровым человеком, но я чувствую себя таковым, когда я это делаю, я это делаю. И мне действительно неудобно, потому что я принимаю... Иногда я принимаю около восьми разных таблеток, таких как кальций, калий и что-то еще. И когда я это делаю, даже несмотря на то, что их трудно проглотить, они прогорклые на вкус, у меня такое чувство, что я оказываю услугу будущему Стиву. Да, вот и все. Но совершенно очевидно, что я этого не делал. Попросите кого-нибудь сделать вам несколько пустышек, чтобы в них не было ничего вредного и чтобы вы могли обойтись намного дешевле. Я попробую это сделать. А как насчет сахара? Так вот, последние два месяца я сидел на кето-диете, примерно последние два месяца. Я попробовал эту диету, потому что у меня было много хороших отзывов о кетогенной диете в том, что касается борьбы с воспалением. И я должен быть чистен. Я довольно быстро сбросил вес примерно на 100 фунтов. В первый раз я действительно наблюдаю огромное снижение своего веса. Но кроме того, проблемы с кишечником, которые у меня были, похоже, исчезли. Так вот, я почти жил последние пару лет, особенно после 25 лет, когда по какой-то причине внезапно продукты, в которых, как мне казалось, содержался глютен. Такие, как белый хлеб и макароны, даже соевый соус и тому подобное, заставляли меня жить в этом постоянном состоянии, похожем на раздутие живота. А еще я ходил в туалет и чувствовал себя не очень хорошо. И к тому же, эта боль ощущалась в течение всего дня, через пару часов после того, как я съел один из этих продуктов. А потом я попробовал перейти на кетогенную диету, так что я отказался практически от всех этих продуктов. Как будто у меня совсем не было хлеба. В основном это обработанные плохие углеводы. Я даже не знаю, о чем я здесь говорю, так что поправьте меня. Но я исключил то, что, по моему мнению, было плохими углеводами, которые плохо на меня реагировали. А затем я отказался от большого количества сахара, например, рафинированного сахара, практически полностью отказался от него. А еще я ел мясо, овощи, ягоды и тому подобное. Я чувствовал себя просто фантастически. Я похудел на целый камень. Я очень-очень-очень худой. Жировые отложения в организме полностью уменьшились, я хорошо спал, у меня высокий уровень энергии. Каково ваше мнение о кетогенной диете? Ваша история такова, что вы можете пойти двумя путями. Во-первых, вы могли бы сказать, что действительно улучшили свой рацион питания, потому что до этого у вас была довольно дерьмовая диета, не так ли? Так что вы понимаете, что я имею в виду. Так что все могло бы стать лучше, если бы кто-нибудь сказал. Если бы вы ели настоящую пищу, не так ли? Вот и все. Да. Это звучит так, как будто вы пили кето не из бутылки или пластиковой упаковки. Нет, нет, нет. Я заказывал еду для того, чтобы она была приготовлена для меня. Я предпочитаю настоящую домашнюю еду, а не еду на вынос. Именно так и есть. Итак, таким образом вы переходите от, возможно, среднестатистической британской диеты с высоким содержанием рафинированных углеводов, в которой, вероятно, также содержится изрядное количество ультраобработанных продуктов к этой другой диете. Так что я ожидал бы, что вы почувствуете себя лучше. Чтобы придерживаться кето-диеты, в вашем рационе должно быть около 70% жира, не так ли? А это действительно очень трудно выдержать любому человеку. Это практически невозможно. Именно поэтому я и сказал, что в течение последних двух месяцев я больше не сижу на кето-диете. Вы уже перешли на нее, так что, скорее всего, придерживаетесь умеренной кето-диеты. Вы совершенно правы. Это не привело к возникновению влоскетоза, но избавило вас от употребления этих высокоочащенных углеводов. Да, именно так и есть. Но возвращаясь к основному вопросу, можно сказать, что кето-диеты действительно помогают людям с сахарным диабетом и избыточным весом избавиться от приема лекарств, и как бы подтолкнуть их к улучшению состояния здоровья. И еще есть несколько людей, которым, как мне кажется, это может подействовать. Я думаю, что в качестве рационального питания в этом нет никакого смысла. Я не думаю, что многие люди все еще смогут придерживаться этой диеты год спустя, если это действительно кетогенная диета. Потому что ни одно исследование на самом деле не показало, что люди могут поддерживать такой уровень потребления жиров и белков при практически полном отсутствии углеводов. Это все, что я ел в течение примерно восьми недель. Да, но ведь вы также питались растениями. Так что мне бы хотелось съесть немного растений. Но ведь это был не просто стейк, не так ли? В какой-то момент мне показалось, что именно так оно и было. Так оно и было, там были какие-то растения. Там было что-то вроде салата, брокколи и тому подобного. Но я все время гуглил, чтобы проверить, подходит ли это блюдо для кета, прежде чем положить его в рот. Так что да, я имею в виду. Поэтому я думаю, что было бы интересно, если бы вы перешли от этого к более смешанной здоровой, благоприятной для кишечника диете, которая включает ферментированные продукты, небольшое количество хлеба, злаков и так далее. Я думаю, что вы все равно найдете те же преимущества. Потому что вы переходите от ультра, знаете ли, потому что я подозреваю, что если бы вы прошли тест ЗОИ, например, у вас была бы довольно сильная реакция на сахар. И ваш контроль жира был бы довольно хорошим. Таким образом, похоже, что вы переносите довольно большое количество жира без особых проблем. В то время как уровень сахара резко возрастает, как у меня, у вас возникает реакция, вы испытываете чувство голода, усталости и так далее. Таким образом, просто повысив уровень жиров и снизив уровень рафинированных углеводов, вы могли бы добиться того же самого, не прибегая к этой экстремальной идее. Потому что моя проблема с кетодиетами заключается в том, что в конечном счете они носят ограничительный характер. Вы сокращаете количество продуктов, о которых думаете. В конечном счете вы наносите вред своим кишечным микробам в долгосрочной перспективе, потому что вы не даете им разнообразия различных растений, если не будете осторожны. И такое случается со многими людьми. Они отказываются от любой из этих слегка жирных диет и в конечном итоге получают гораздо более ограничительное потребление пищи, чем они могли бы сделать. Что в долгосрочной перспективе вызовет некоторые проблемы с их иммунитетом и долгосрочным здоровьем. Так вот почему я вообще выступаю против этих экстремальных диет любого рода, за исключением тех случаев, когда вы серьезно больны диабетом и страдаете избыточным весом. И в течение трех месяцев это может быть действительно хорошим способом избавиться от приема лекарств. Это очень интересно. Да, потому что я пытаюсь это выяснить прямо сейчас. Так вот, я перешел с кетодиеты на нью-йоркскую диету. По сути дела, мы поехали в Нью-Йорк на две недели, и я просто по-настоящему облажался. Но теперь я вернулся. Я пытаюсь найти золотую середину, устойчивую золотую середину. Именно это слово «экологичность» в моем рационе питания, а также в моей физической форме было для меня ключевым. Потому что если я не смогу поддерживать себя в форме, то нет никакого смысла это делать, потому что в конечном итоге вы будете заниматься йо-йо-йо. Поэтому я перешел с кетодиеты, как я уже сказал, на нью-йоркскую диету. И вот теперь я снова нахожусь в Великобритании. Вот и все. Переходите на диету, благоприятную для кишечника. А именно, пожалуйста, подробно расскажите о диете, благоприятной для кишечника. Просто это 30 различных растений в неделю, много ферментированных продуктов. Вот и все ваши йогурты, кефиры, чайный гриб. Я не знаю, любите ли вы кимчи, фрикадельки, мисо, кодзи, японскую кухню, едите радугу. Так что у вас на тарелке полно разноцветных блюд. Здесь есть все необходимое, потому что это означает, что у вас там есть растения, которые содержат эти защитные химикаты. И мы еще не говорили об этом, но это полифенолы, содержащиеся в растениях, которые придают им горький вкус. А также яркие цвета, которые вы получаете в ягодах, а также в ярко окрашенных листьях салата и капусте. К тому же они являются ракетным топливом для ваших кишечных микробов. Так что чем больше их у вас будет, тем здоровее будет ваш кишечник, и тем сильнее вы ослабите воспаление. Так что это действительно важно, а также разнообразие, обилие цветов и большое количество продуктов с высоким содержанием полифенолов. Вещи, которые вы никогда бы не сочли полезными для здоровья. Итак, я знаю, что вы любите темный шоколад. Я не уверен, что это молочный шоколад. Вы едите его по утрам. Да, это именно молочный шоколад. У меня его нет. Вам нужно перейти на темный шоколад. Моя девушка говорит, что она помешана на темном шоколаде. Ну вот и все. И она всегда говорит мне, что так оно и есть. Помогите ей вести себя потихоньку, потихоньку отлучайте себя от молока и переходите на настоящий шоколад. Хорошо, на самом деле это очень вкусно, если говорить по-настоящему вкусно, а не сахаром. А разве белый шоколад не самый худший из них? Да. Знаете ли вы, откуда я это знаю? Это единственное, что я знаю о еде. Я ходил на занятия по приготовлению шоколада и посещал их. И в начале занятия инструктор говорит, «Насыпьте сахар в такие большие тюбики». У нас были такие большие тюбики. И она сказала, «Насыпьте сахар в тюбик». Так что я хотел бы насыпать туда немного сахара. Она сказала, «Нет, нет, 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 наполните этот тюбик 60% содержанием сахара». Я спросил, «Что именно?» Она сказала, «Наполните тюбик сахаром». Я спросил, «Почему?» Она ответила, это белый шоколад, в нем 60% сахара. Так вот, я насыпаю этот сахар в эту трубочку, и он заполняет ее на 60%, а затем я добавляю туда немного маслянистой жидкости, и она идет перемешивать. И она говорит, что это белый шоколад с 60% содержанием сахара. Прямо сейчас есть люди, которые сидят и едят его, и понимают, что у них начинается сахарный диабет на ранней стадии. Так что темный шоколад хороший тому пример. О кофе мы уже упоминали. А не любите ли вы кофе? Я действительно люблю его. Я его не люблю. Для меня кофе это скорее полезное средство. Я употребляю его перед тем, как завести эти разговоры, чтобы не заснуть, потому что я очень-очень плохо себя чувствую. Возможно, у вас скучный гость. Иногда я пользуюсь им, но чаще всего просто для того, чтобы попытаться сохранить остроту ума и сосредоточиться. Но я прочитал 13-ю главу вашей книги о кофе, и я всегда был немного скептиком в отношении кофе, потому что я склонен верить, что за все в жизни приходится платить. И никто из тех, с кем я здесь сидел, никогда не мог сказать мне, во сколько обойдется искусственное повышение моей концентрации внимания, энергии и энергии. У меня такое чувство, что в жизни ничего не дается даром. Так во сколько же обойдется кофе? Я думаю, что здесь существует определенная вариабельность. Некоторые люди считают, что это обходится очень дорого. Их бьет дрожь, они не могут заснуть, а если вы выпьете слишком много, это приведет к другим нейротоксическим эффектам. Так что я думаю, что все дело в дозе. А вот это лекарство, которое, если вы правильно подберете дозу, будет очень полезным для вас. Если вы принимаете его неправильно, или у вас есть какие-то генетические проблемы, вы не сможете правильно его обработать, и это будет проблемой. Но некоторые из преимуществ, о которых я говорил, заключаются также в кофе без кофеина. Так что в нем тоже есть и эти преимущества. Потому что, опять же, это отличный пример того, как мы всегда воспринимаем кофе как кофеин, не так ли? И все же, если вы проведете эти эпидемиологические исследования, эти масштабные популяционные исследования, люди, которые регулярно пьют кофе без кофеина, также окажут аналогичную пользу для сердца. Так что нам помогают и другие вещества, содержащиеся в этих ферментированных бобах. И я думаю, что это просто отличный урок для того, чтобы отойти от нашего редукционизма. Нам всегда нравится думать о том, что один продукт питания, это один витамин или одно химическое вещество, и это самый простой способ поразмыслить над этим. Мы не можем себе представить, что в них содержатся тысячи различных ингредиентов. Так что кофе без кофеина, но да, у вас есть и зеленый чай, который тоже очень хорош. Есть много других ферментированных продуктов, но полифенолы действительно хороши, и это очень важно понимать. В книге «Пища для жизни» я подробно останавливаюсь именно на этом. Это практическое руководство по тому, как правильно зайти в супермаркет и подойти к проходу. Так вот, черт возьми, я нахожусь в овощном отделе. Могу ли я получить свой обычный салат «Айсберг», который едят 90% из нас, потому что он длится две недели или дольше, чем у наших премьер-министров? Или же мы предпочтем немного более дорогой рассыпной листовой салат «Росололо» с фиолетовыми листьями, в котором содержится в тысячу раз больше полифенолов? И еще. Так значит, вы действительно делаете покупки по цвету? Да, теперь я это понимаю. Я и понятия не имел об этом до тех пор, пока не начал это делать. Но кроме того, тот факт, что у него рыхлая листва, означает, что этим растениям приходилось выживать в более сложных условиях, чтобы бороться с хищниками, ветром и всем остальным. Так что они более выносливы. Именно поэтому травы и специи тоже очень выносливы, потому что они являются растущими верхушками растения. Именно там вы получите все самое вкусное. И поэтому мы переосмысливаем все эти представления о том, что хорошего в пище. Когда вы начинаете думать о своем кишечнике, и знаете ли о сахарах, которые он выделяет, и так далее. Так что для вас, да, я имею в виду, если я думаю, что это общее правило, если бы все ели, чтобы поддерживать свои кишечные микробы счастливыми, они были бы на довольно здоровой диете, даже до того, как вы перейдете к персонализации. А вот и 13 глава вашей книги, в которой мы говорили о кофе, называется «Кофе может спасти вам жизнь». Вы имеете в виду это совершенно буквально, не так ли? Да. Как эпидемиолог, если вы будете выпивать три чашки кофе в день, у вас будет меньше шансов умереть 10 лет спустя. Господи Иисусе Христе! Но ведь существует также связь между кофе, депрессией и самоубийством, не так ли? Между ними существует множество взаимосвязей. Потому что я читал, что в ходе исследований люди были менее склонны к самоубийству, если бы пили кофе. Я думаю, что я уверен, что на этот счет существуют соответствующие исследования. В целом, когда я смотрю на эти материалы, я делаю следующее. Я не беру ни одно исследование само по себе. Я постараюсь это сделать. Посмотрите на всю литературу и скажите, сколько исследований на эту тему существует, и есть ли какие-либо подтверждающие данные, которые сделали бы это реальным или нет. Так что я старался не предъявлять чрезмерных претензий. Потому что если вы посмотрите на Daily Mail или на общую прессу в Великобритании, они подхватят любую историю и скажут, кофе вызывает у вас рак, кофе делает это. Кофе вызывает у вас слабоумие в следующем году, вы знаете, это спасает вас. Ваша жизнь это ваша жизнь. Он делает вот что. Так что вы можете переключаться между ними. Но я думаю, что людям нужно сделать вот что, особенно после заражения ковидом. Это быть гораздо более избирательными в отношении того, как они воспринимают результаты исследований. Именно эпидемиология требует наличия подтверждающих данных. Так что я думаю, что да, кофе, как мы знаем, улучшает спортивные результаты на 1%, не так ли? Так что для большинства людей это на самом деле не имеет значения, не так ли? Всего на 1%. Собираюсь ли я бегать быстрее на своей беговой дорожке в тренажерном зале на 1%? Нет, но это действительно поможет вам немного сосредоточиться. И для большинства людей это хороший наркотик, который содержится в пище. А еще я люблю кофе, потому что он тоже помогает. Его можно употреблять во время быстрого, поэтому ограниченного по времени приема пищи. Вам разрешены черный кофе и черный чай. И это потому, что он не вызывает резкого скачка сахара или чего-то еще, но вам придется отказаться от сахара. Вот вам небольшой совет от нашего давнего спонсора Hula. Я не могу сказать вам, насколько сильно мое здоровье стало таким огромным приоритетом в моей жизни за последнее, я бы сказал, за последнее на самом деле около 2,5 лет. Действительно, после пандемии. Хьюэлл был, пожалуй, самым важным партнером на моем пути к здоровью, потому что я бывал в залах заседаний совета директоров. Бывал в их офисах десятки, десятки, десятки и десятки раз. Я видел, как они принимают свои решения по питанию, и именно поэтому так здорово иметь возможность поговорить с этой аудиторией о бренде и продукте, которые так невероятно связаны с моими ценностями и тем местом, которое я занимаю в своей жизни, ценят тренажерный зал, физические упражнения, движения, свою жизнь. Обратите внимание на мое дыхание и все эти вещи, а самое главное на мое питание. Именно в этом и заключается та роль, которую играет каблук, и поэтому каждый раз, когда мне удается прочитать эти рекламные объявления, я делаю это с такой страстью. Потому что я действительно верю каждому своему слову, и мне безумно нравится этот бренд. Так что если вы еще не пробовали каблук и не подавались моим приставаниям, тогда попробуйте и дайте мне знать, как у вас идут дела. Вкратце, Intel — один из наших спонсоров подкастов, и я хочу поговорить с вами второго числа об их платформе в Pro, созданной для бизнеса. В современном рабочем мире офис находится практически в любом месте, и Intel в Pro означает, что вы можете удаленно управлять, ремонтировать и защищать устройства во всей вашей организации. Независимо от того, насколько она велика или мала, что дает мне и моей команде душевное спокойствие для работы, где бы мы не решили. Для моей IT-команды, будь то локально или через облако, за корпоративным брендмауэром или нет, система Intel в Pro обеспечивает всестороннюю управляемость. Это то, что очень важно для меня. Я искренне верю в гибкость и доверие сотрудников, поэтому наличие подобных функций очень полезно. Поэтому, чтобы узнать больше, загляните в поисковую систему компании Intel, свяжитесь с компанией Co, UKF Pro и дайте мне знать, как у вас идут дела. У меня такое чувство, что все больше и больше людей страдают непереносимостью глютена. Я считаю себя одним из них. У меня самостоятельно диагностирована непереносимость глютена. Я прочитал 16-ю главу вашей книги, и вы считаете, что большая часть сказанного мною выдумана? Да, именно так. Большинство людей думают, что у них непереносимость глютена, но это не так, когда вы проводите у них тестирование. Хорошо так, что это действительно так. Это вовсе не значит, что все это выдумывают. Некоторые из них будут реальными. Но я думаю, что глютен получил такую плохую обертку около 10 лет назад. Вот так оно и есть. Мы знаем, что да, у 1% населения действительно есть проблемы с глютеном. Это называется целиакия, и у них будет рвота и ужасная диарея при малейшем содержании глютена. Кроме того, есть целая другая группа людей, которые считают, что у них непереносимость глютена. И исследования показывают, что примерно у трех четвертей из них, когда они проходят тестирование на наличие глютена, все в порядке. Они совершенно слепы и ослеплены. Если кто-то подсунул вам печенье или что-то в этом роде, или макароны, то часто именно так можно обмануть людей. И я думаю, что многие люди, вероятно, страдают более общим синдромом раздраженного кишечника и обвиняют во всем глютен, потому что это один из них. Они берут тот единственный белок, о котором им известно, из продуктов питания, в которых их тысячи, и говорят, вот в чем проблема. Опять же, это редукционизм. А потом они вырезали все подряд, но они могли вырезать такие вещи, как, например, сэндвич, который вызывал у меня скачки уровня глюкозы. Так что, возможно, они почувствуют себя лучше, когда вырежут это. А потом они скажут, хорошо, я вырезал хлеб, поэтому у меня не будет резких скачков сахара и усталости. Должно быть все дело в глютене. Но на самом деле это не имеет к этому никакого отношения. Это просто дешевый хлеб, который не имеет к этому никакого отношения. Так что я думаю, что часто люди воспринимают это как подсказку, и у них есть какое-то оправдание. И иногда они действительно чувствуют себя лучше, когда отказываются от большого количества этих продуктов, потому что в результате этого они едят меньше обработанных пищевых продуктов. Не всегда, но в хлебе или макаронах есть что-то еще, чего они ели слишком много, или они ели слишком быстро, или эти вещи, которые я считаю важными. Поэтому я хотел бы настоятельно призвать всех еще раз взглянуть на то, является ли это глютеном или чем-то другим, связанным с их пищевыми привычками до того, как это было плохо, и пересмотреть их, а вместо этого увеличить разнообразие ваших растений и микробов в кишечнике. Потому что меня беспокоит то, что все эти люди, употребляющие глютен, в большинстве своем придерживаются довольно строгой диеты. Они очень беспокоятся по поводу новых продуктов питания. И это похоже на худший сценарий развития событий, потому что в конечном итоге вы попадаете в порочный круг, где вы становитесь все более и более нервными. Поэтому у вас остается все меньшее и меньшая группа продуктов, которыми вы довольны. Количество ваших микробов уменьшается, и у вас гораздо меньше гибкости в том, чтобы справляться с любой новой пищей, которая попадет к вам в руки. У нас с некоторыми моими друзьями есть группа по фитнесу. Всего в ней занимается около 10 человек. И мы отслеживаем, как часто мы занимаемся спортом, как часто занимаемся спортом и какие тренировки проводим. И одна из вещей, которую я должен сказать, заключается в том, что практически никто из членов группы не похудел. Мы занимаемся этим уже целый год. И это именно то, о чем вы могли бы подумать. Так что единственный раз, когда я действительно сбросил вес, это когда сел на кето-диету. Примерно за несколько недель я сбросил вес с 14 до 13 фунтов на квадратный дюйм. Но физические упражнения, которые я выполнял почти религиозно в течение последних двух с половиной лет, на самом деле, похоже, никак не повлияли на мой вес. Знаете ли так, как могли бы сказать мне эксперты по фитнесу в Инстаграм? Какова ваша позиция по поводу той роли, которую физические упражнения играют в снижении веса? Они играют очень незначительную роль в снижении веса. Все исследования, такие долгосрочные исследования, показывают, что они не способствуют снижению веса. И к тому же это было сильно преувеличено как простое решение нашей проблемы ожирения. Физические упражнения не способствуют снижению веса? Нет. Все исследования показывают именно это. Единственное предостережение заключается в том, что если вы изменили свой рацион питания, улучшили его и немного сбросили вес, то выполнение некоторых физических упражнений действительно помогает предотвратить его повторное увеличение. Но как бы то ни было, если вы сами по себе не измените свой рацион питания, от этого не будет никакого толку. И это уже хорошо известно всем экспертам по ожирению и всем исследованиям. Действительно ли сахар делает нас толстыми? Не в этом ли виноват этот факт? Не является ли это одной из главных причин, способствующих развитию ожирения? Нет, опять же, это и есть редукционизм. Но причина, по которой физические упражнения не помогают, заключается в том, что важно осознать это, потому что мы будем знать следующее. Когда вы выходите на прогулку, у вас появляется чувство голода перед едой. Именно так вам говорили ваши родители, вы знаете, и все, что связано с физическими упражнениями, заключается в том, что после них ваше тело замедляется, ваш метаболизм замедляется, и оно пытается восстановить энергию, которую вы потеряли. В этом и заключается наша эволюция. Так вот почему это так и есть. Вы же не собираетесь этого делать. Это очень полезно для вашего здоровья. Я занимаюсь физическими упражнениями. Это великолепно поднимает ваше настроение. Это отлично помогает вашему сердцу, борется с раком и тому подобными вещами. Мы все должны это делать, но ни в коем случае не в том случае, если ваша цель похудеть. Вы должны что-то предпринять для изменения своего рациона питания. И я думаю, что это большой, огромный миф, особенно распространенный в тренажерных залах, фитнес-приложениях и всем остальном. И все же это полная чушь. Я читал, что когда вы изучили результаты исследований за 30 лет и посмотрели, сколько исследований было проведено по взаимосвязи физических упражнений веса по сравнению с такими вещами, как сахар и вес. Было проведено еще 12, в 12 раз больше исследований, посвященных взаимосвязи физических упражнений и веса по сравнению с сахаром и весом. А почему же это так происходит? А почему по последнему вопросу проводится меньше исследований? Я думаю, что именно в этом заключается влияние правительств, компаний, производящих продукты питания и напитки. Таким образом, многие исследования физических упражнений, проведенные за последние 20 лет, спонсировались крупными корпорациями, которые хотели установить связь между физическими упражнениями и потерей веса, чтобы они могли продолжать продавать сладкие, ультраобработанные продукты питания и напитки. И просто говорить, что это детское ожирение, потому что у нас нет игровых площадок и у нас нитя не поощряют этого. Именно поэтому производители Кока-Колы и Пепси всегда присутствуют на Олимпийских играх, спонсируя олимпийские мероприятия и ассоциируя себя со спортом. Кроме того, они выделили сотни миллионов долларов различным отделам физиологии, спортивным отделам, отделам питания на проведение исследований в этой области. По сути дела, было действительно трудно заставить кого-либо провести исследование того, как сладкие напитки заставляют вас набирать вес или вызывают проблемы, потому что количество денег, выделяемых правительствами на питание, было ужасно скудным. И именно поэтому единственное первое в истории исследование ультраобработанных пищевых продуктов в рамках контролируемого исследования было проведено всего около трех лет назад. И это исследование проводится уже 3040 лет. Таким образом, сила этого лобби такова, что оно не обязательно искажает результаты исследований каким-то, знаете ли, злым образом. Но они указывают на это, чтобы убедиться, что исследователи работают в той области, в которой они хотят, чтобы люди работали, и отвлекают их, удерживая их подальше от разговоров об этом. Сахар или даже искусственные подсластители, которые, на мой взгляд, почти так же вредны, потому что они как бы скрыты и отвлекают нас от идеи, что да, давать детям сладкие напитки или даже искусственные сладкие напитки будет вредно для них и приведет к ожирению. Подождите, так вот, примерно год назад я отказался от сладких напитков. У меня до сих пор есть те же самые бренды, но у меня есть версия без сахара. О боже мой. Вот дерьмо, что вы имеете в виду, о боже мой. Ну что же, все результаты исследований показывают, что если вы возьмете молодых взрослых и детей, и они скажут, что выпили две банки газированной воды с полным содержанием сахара, и вы замените их на диетическую версию, то никакой реальной разницы в весе или метаболических изменениях в их крови не будет. Вы будете реже посещать стоматолога, так что вам не придется ставить так много пломб. Но все же вы должны набирать 300 калорий, не так ли, если будете употреблять по две банки в день? Так что все получается совсем не так, как должно быть. И все это из-за дополнительных калорий. Эти химические вещества не являются инертными. Вот и все подсластители. У детей они меняют свой мозг, чтобы давать их детям. Они хотят, чтобы в их пище было больше сладости, хорошо? Так что, кто знает, может быть, это отражает ваше желание съесть молочный шоколад поздно вечером. К тому же очень трудно приучить детей есть больше горькой или кислой пищи, если в их рационе постоянно присутствуют эти искусственные подсластители. Но теперь ученые доказали, что все эти подсластители действительно влияют на микробы вашего кишечника. Так что даже стевия, эти так называемые полезные подсластители, оказывают влияние на ваши кишечные микробы и они не являются инертными. Таким образом, мы знаем, что сахарин и сукралоза также вызывают резкие скачки уровней сахара в крови. Когда я это сделал, у меня остались какие-то следы. Они не должны этого делать, но на самом деле они делают то, чего не должны делать. Так что мы очень мало знаем об этих продуктах. И я считаю, что они вредны, возможно, не так вредны, как сахар, но они абсолютно не являются здоровым напитком. И мы должны поощрять людей употреблять, знаете ли, чаи и чайный гриб, а также более горькие на вкус, интересные ароматы и продукты питания, чем просто эти сверхсладкие химические смеси. Именно этот сахарный конгломерат финансирует большую часть исследований, которые указывают на некоторые из тех вещей, о которых вы там говорили. Это также конгломерат, который хочет, чтобы мы верили в подход калорий входит, калорий выходит. Потому что если я просто рассматриваю все продукты питания как равные и с таким количеством калорий, тогда я могу пить некоторые сладкие газированные напитки и некоторые обработанные пищевые продукты. До тех пор, пока я буду поддерживать свой рацион в пределах такого дефицита калорий, со мной все будет в порядке. Так же, как и с ними, является ли этот сахарный конгломерат конгломератом переработанных пищевых продуктов для модели калорийности? Совершенно верно. Им это нужно, не так ли? Им абсолютно необходимо, чтобы в банке было ноль калорий или одна калория, вот что вы видите. И вы знаете, вы обманываете людей, заставляя их думать, что это полезный напиток. И о, вы знаете, если бы я раньше пил полноценную колу или пепси, а теперь пью диетическую версию, я получаю на 300 калорий меньше в день, не следовало бы похудеть. Именно этим они и занимались все это время. А еще они отчаянно пытаются доказать, что искусственные подсластители действительно полезны для здоровья. И обрушиваются с критикой на любого, кто пытается сказать, что они могут быть каким-либо образом опасны. И все же они не обязаны их тестировать. Так что ни одно из добавляемых химических веществ на самом деле не проходит тщательного тестирования на предмет того, как они влияют на наши кишечные микробы. И их механизмы тестирования ничуть не изменились за последние 50 лет. Микробиум кишечника, микробиум как орган — одна из вещей, о которых вы говорили ранее, это влияние, которое он оказывает на настроение. И вы знаете, что этот подкаст был задуман как своего рода деловой подкаст. У нас есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы быть более продуктивными, более успешными и достигать своих целей. Насколько значимо и насколько уместно влияние микробиома на мою деятельность как предпринимателя, как делового человека? Что мне нужно знать об этой взаимосвязи, поскольку она связана с моим настроением, моей работоспособностью, моим умом? Мы знаем о настроении больше, чем о чем-либо другом. И поэтому мы действительно знаем, что депрессия, тревога неразрывно связаны с качеством микробов в вашем кишечнике. Мы знаем об этом из исследований на мышах, в ходе которых они пересаживали какашки тревожных мышей стерильным мышам, и эти новые мыши затем становились тревожными и подавленными. Неужели это правда? Так что это заразное заболевание передается по наследству. И если вы вспомните, как я говорил вам, что одним из химических веществ, вырабатываемых нашими микробами, является серотонин, хорошо, и так мы увидели нечто вроде объятий. Знаете ли любовных, дружеских, теплых химических веществ, которые воздействуют на наш мозг, и которые, как вы знаете, являются ключом к выработке дофамина и всего остального, что происходит в нашем организме? Это наш руководитель. Так что уровень этого вещества действительно важен для того, чтобы у нас в голове был правильный нейрохимический баланс, который не позволяет нам впадать в сильную депрессию или сильное беспокойство. Таким образом, мы знаем, что вы можете передавать его от одного животного к другому. Поэтому, когда они говорят, что берут какашки у одной мыши, они помещают их ей в кишечник, в желудок, чтобы придать ей тот же состав микробиома внутри желудка. И тогда эта маска впадет в депрессию и тревогу. Да, именно так. Так что большая часть научных знаний, лежащих в основе микробиома, основана на крупномасштабных исследованиях на людях, в ходе которых вы только что получили данные поберечного сечения. Все это связано именно с этим, но вы не знаете, является ли это причинно-следственной связью. Так вот, есть целая другая группа, которая вот уже 30 лет отказывается от проектов, в которых у них есть стерильные мыши, у которых нет микробов. И вы создаете в лаборатории этих других микробов, которые вызывают у них беспокойство или они генетически обеспокоены. Вы смотрите на их микробы, берете их микробы и водите их стерильным мышам, и вы можете изменить их настроение, концентрацию внимания и все остальное, что с ними связано. Таким образом, это говорит о том, что они оказывают прямое воздействие, они просто являются второстепенными. И это связано с данными, полученными от людей, которые показывают, что если вы возьмете группу депрессивных или тревожных людей, то практически у всех из них будут нарушены микробиомы и вырабатываться ненормальные химические вещества. В настоящее время было проведено несколько недавних исследований, показывающих, что по сравнению с традиционными антидепрессантами пробиотики во многих из этих исследований, действуют также хорошо, если вы проводите курс приема пробиотических препаратов. Но еще более впечатляющим является то, что если вы дадите им средиземноморскую диету, благоприятную для кишечника, то получите действительно лучшие результаты при большем выбросе вредных веществ, чем при приеме антидепрессантов. Так что это один из лучших примеров того, как питание вашего кишечника действительно может улучшить ваше настроение. И это особенно важно, потому что мы наблюдаем эпидемию тревоги и депрессии. Отчасти это происходит из-за того, что в кишечнике не так уж много полезных микробов для начала. Мы питаемся большим количеством нездоровой пищи, отчего ситуация только ухудшается. И потом, конечно же, как только вы входите в этот цикл, как только у вас наступает депрессия, вы перестаете думать о еде. Меньше всего на свете вам хочется выходить на улицу и говорить, «О, мне сегодня нужно сходить за своим кимчи. Это всего лишь топливо для топлива». Так что как только вы это поймете, вы поймете, что если вы хотите помочь кому-то справиться с депрессией, первое, что нужно сделать, это не давать им сразу антидепрессанты, которые во многих случаях не работают из-за этой индивидуальности, о которой мы говорим, что, вероятно, опять же связаны с микробами, потому что они разрушают организм. Таблетка содержит активные химические вещества, но для того, чтобы убедиться, что у них действительно благоприятная для кишечника диета. Таким образом, это действительно захватывающая область исследований. Вы упомянули о внимании, о том влиянии, которое микробиом может оказывать на внимание. Мне это действительно интересно, потому что СДВК стал очень широко обсуждаемой темой. Как вы думаете, существует ли какая-то связь между СДВК и микробиомом? Весьма вероятно, что да. В этом вопросе содержится меньше данных, чем в случае депрессии и тревожности. Объем проведенных исследований невелик. Но все те исследования, которые я видел, опять же свидетельствуют об отклонениях в микробиоме кишечника детей с СДВК. И было проведено несколько исследований, показывающих, что вы можете обратить это вспять с помощью трансплантации какашек. А это еще одна область, которая несколько лет назад была довольно обширной. В настоящее время она не демонстрирует того же потенциала, что раньше. Но, безусловно, влияние кишечных микробов на внимание и настроение определенно стоит на повестке дня. Эти исследования должны быть более масштабными. Но, безусловно, есть предварительные доказательства того, что то, что верно в отношении депрессии и тревоги, верно и для всего спектра других состояний. Кроме того, вы знаете, что в прошлом это было связано с диетой, и знаете ли с чрезмерным потреблением сахара, электронных цифр и всего такого рода вещей. Так что мы вроде как смутно догадываемся о существовании какой-то ассоциации. Но я думаю, что люди на самом деле не определили точным микробием кишечника. А я думаю, что им следовало бы это сделать. И поэтому я абсолютно уверен, что если вы улучшите рацион питания многих, очень многих из этих детей с СДВК, вы улучшите их симптомы. И я знаю, что в настоящее время проводятся некоторые клинические испытания. За последние пару лет действительно стало заметно, что психическое здоровье действительно занимает центральное место в разговорах, даже в этом подкасте. В большинстве из которых мы обсуждаем проблемы психического здоровья и такие вещи, как тревога и депрессия. И по мере того, как мы оглядываемся по всему миру, статистика по людям, которым назначают антидепрессанты, вроде бы называемый СИОС, по-моему, растет. И я думаю, что за последнее десятилетие или около того этот показатель удвоился. Причем США как бы лидируют. А затем другие страны, такие как Китай и Япония, находятся в самом низу списка. Каково ваше общее мнение об этих расстройствах, депрессии, психическом здоровье, тревожности? Как вы думаете, связано ли это в основном с микробиомом? Такова ли ваша точка зрения сейчас на основе того, что вы узнали? Нет, я думаю, что они носят многофакторный характер. Поэтому я думаю, что мы не можем винить только микробием кишечника, потому что подобные заболевания действительно возникают у людей, которые в остальном здоровы. Генетика играет определенную роль. Я возвращаюсь к своей прежней карьере. Существует множество свидетельств того, что генетика оказывает сильное влияние на такие явления, как депрессия и тревожность. Но у вас может быть склонность к этому. Но для этого нужно, чтобы вас подтолкнули к этому. Вам нужно какое-то экологическое событие. И вполне возможно, что однажды ваши кишечные микробы окажутся в таком плохом положении. Здоровье вашего кишечника находится в таком плохом состоянии, ваше питание настолько плохое, что провоцирует это. И вам просто не хватает тех химических веществ, которые опрокидывают вас в это состояние. Так вот почему я думаю, что если вы свяжете эти эпидемии, которые мы переживаем в данный момент, будь то слабоумие, депрессия, ожирение, диабет, то с чем же они все связаны? Тео с увеличением количества ультрапроцессированных пищевых продуктов в нашем рационе питания. По этому показателю мы занимаем первое место в Европе. Показатели заболеваемости по-прежнему растут. В настоящее время дети потребляют более 70% продуктов питания, подвергнутых ультраобработке. Это просто ужасно. Взрослые, это составляет почти от 50 до 60% нашего рациона питания. Так что я думаю, что такое воздействие на кишечные микробы, вероятно, как раз и превышает этот порог у восприимчивых людей. Так что вполне возможно, что этот порог будет варьироваться генетически. Некоторые люди обладают очень высокой жизнестойкостью. Некоторые люди на самом деле весьма восприимчивы к этому заболеванию. И именно таков мой взгляд на это дело, который, вероятно, не пользуется популярностью, потому что, опять же, я все усложняю гораздо сложнее, чем хотелось бы людям. Но знаете ли, я думаю, как ученый, что большинство этих заболеваний связаны с различным количеством рисков. Но в отличие от вашей генетики, здоровье вашего кишечника это то, с чем вы можете что-то сделать. И именно этим вы занимаетесь вместе с Зоей? Именно в этом и заключается вся идея Зои – дать людям возможность изменить свое здоровье, индивидуализируя то, что они едят, в соответствии с их собственным метаболизмом. А что такое Зои, если кто-то еще не слышал о Зои раньше? Зои – это компания по индивидуальному питанию, которую я основал почти шесть лет назад вместе с двумя моими соучредителями, которые пришли на одну из моих бесед. Я говорил о мифе о диете и микробиоме, и они подошли ко мне и сказали, «Знаете, мы считаем, что то, что вы делаете, действительно захватывающе. Мы бы с удовольствием поговорили о том, чтобы создать компанию для персонализации этого процесса». И к тому же ко мне действительно обращаются люди с просьбой заняться стартап-компаниями. И я сказал, что на самом деле мне это неинтересно, если только мы не сможем потратить несколько миллионов долларов на проведение исследований первого уровня. Меня не интересует обычная компания, занимающаяся стилем жизни, основанная на маркетинге. И я думал, что больше никогда их не увижу, но они вернулись через две недели. Я сказал, «Да, у нас есть несколько миллионов долларов, мы уже приступили к работе». Так что в тот момент я был в тупике. Я не мог сказать «нет». И в общем мы провели масштабное исследование под названием «Прогнозируемое исследование», в ходе которого обследовали тысячу человек, в основном близнецов. Давали им одинаковое питание, снабдили действительно навороченными техническими мониторами уровня глюкозы. Мы измеряли наличие пятен крови с жиром, изучали их микробы, регистрировали продукты питания, смотрели, как они сохранялись в течение двух недель. И использовали эти данные в качестве алгоритмов, чтобы затем предсказать, как люди будут реагировать на ту или иную пищу. А затем мы разработали домашний тест и запустили его сначала в США, а в прошлом году и в Великобритании. И сейчас у нас есть 50 человек, которые проводят этот идентичный домашний тест, который теперь представляет собой программу, в которой затем, как только вы получите персонализированные для вас результаты, вы можете посмотреть любую пищу. И она даст вам оценку от нуля до 100 о том, насколько эта пища подходит вам, основываясь на вашем уровне глюкозы. Проверьте уровень сахара в крови, ваш жировой профиль и ваш микробием. Таким образом, это подталкивает всех к тому, чтобы у них было меньше пиков сахара, меньше пиков жира и улучшалось здоровье кишечника. И вот теперь ситуация изменилась, так что в некотором смысле мои мюсли дали бы мне ужасную оценку. Мой апельсиновый сок получил бы нулевую оценку. Но в нем также произошли незначительные изменения. Раньше я ел бананы, а теперь они набрали плохую оценку, так что теперь вместо них у меня есть груши или яблоки. Я часто совершаю небольшие незначительные перестановки, толкая людей. А потом и вы. И у вас есть виртуальный диетолог, который помогает вам планировать свое меню, чтобы получить общие результаты, которые все больше и больше подталкивают вас в этом здоровом направлении. Таким образом, вы только начинаете понимать, что лучше всего подходит для вашего организма и при этом устойчиво. И к тому же мы не говорим о калориях. Это как бы запретное слово. И к тому же мы не стремимся к строгой диете или чему-то еще. Это все равно, что совершенствовать себя изнутри наружу. И у большинства людей резко повышается уровень энергии, о причине чего мы даже не задумывались. Но люди начали говорить нам, что я чувствую себя намного лучше, потому что, возможно, мы избавляемся от всех этих пиков жира и сахара, о которых до появления технологии никто не знал, и которые вызывали эти проблемы. Так что все идет очень хорошо. У нас в Великобритании в списке ожидания по-прежнему числится четверть миллиона человек, ожидающих этого продукта. И что действительно приятно, так это то, что у нас есть коммерческое подразделение, которое позволяет нам делать все эти другие вещи. У нас есть исследование здоровья Зои, которое представляет собой бесплатное приложение, и теперь мы продвигаемся в направлении такого образа жизни, как этот. Эти средства для голодания и тому подобное. У нас есть отличный подкаст, подкаст Зои Нутришн, в котором рассказывается о наших научных блогах и тому подобном. Это часть целого комплекса мер, которые мы предпринимаем для того, чтобы как-то по-другому воспитывать людей. И, как я уже сказал, заставить людей думать о еде совсем по-другому. И я думаю, что это очень волнующе, потому что мы только что собрали еще немного денег. Мы также провели некоторое краудфандинговое финансирование, которое прошло на удивление успешно. Я видел это сегодня утром. Это очень серьезная оценка стоимости компании. Да, так оно и есть. И вы знаете, что я думаю по этому поводу. Это 200 миллионов долларов. Это очень большая цифра. Так оно и есть. И все такое прочее. Но вы знаете, я думаю, что мы просто привлекли внимание людей именно в нужное время. Я согласен с вами. К тому же технологии только что были разработаны совершенно правильно. Так часто все дело в выборе времени. Да, я согласен с вами. Я слышал, как я уже говорил вам перед тем, как мы начнем запись, ко мне приходили двое моих гостей и рассказывали мне о Зое по отдельности. Так что я думаю, что именно Давина Маккол и Габи Логан упомянули об этом. А потом в моем почтовом ящике появилось вот это электронное письмо от моего друга, который связал меня с Джорджем. А потом я начал читать о некоторых работах, которые вы проделали, и увидел некоторые из ваших видеороликов. И именно поэтому я был вынужден связаться с вами и пригласить вас на этот подкаст. Но идея персонализированного здравоохранения в некотором роде развенчевает давнее представление и миф о том, что существует одна единственная идеальная диета для всех нас. Существует один единственный набор продуктов, которые мы все должны употреблять в пищу, чтобы быть здоровыми. И такой индивидуальный подход имеет гораздо больше смысла. Так что я думаю, что именно к такому моменту времени вы идеально подошли с точки зрения Зои. Это пробуждение к пониманию того, что персонализированные индивидуальные диеты — это путь вперед. Да, и конечно же, ковид этого не сделал. Ковид был удивительным временем для приложений людей, которые хотели взять все под свой контроль, когда им казалось, что они ничего не контролируют. Поэтому я думаю, что идея о том, что вы даете людям приложение, и они внезапно получают возможность что-то делать, это очень новая идея, особенно в Великобритании. Люди говорили, что никто старше 60 лет никогда этого не сделает. Они сказали нам, что это обречено на провал. И это был невероятный успех. Потому что если вы даете людям такое взаимодействие, такое ощущение, что они разговаривают с кем-то, и получают информацию обратно, и это двусторонний процесс, то это совершенно иная идея по сравнению со старым способом общения с людьми. Так что я думаю, что сейчас очень волнующее время для науки. И мы только что прикоснулись к тому, что мы можем сделать с помощью этой персонализации. Потому что, как только мы обратимся к миллиону человек, мы сможем предоставить более подробную информацию о том, следует ли вам есть утром-вечером, насколько голодным вы себя чувствуете от этой пищи, как же вы можете остановиться, может быть вы сами перестанете употреблять эти сахарные соусы, какое сочетание продуктов вам следует употреблять в пищу, а как вы реагируете на белок, или что вы делаете для того, чтобы лучше всего выспаться, все эти вещи, о которых люди хотят знать, станут возможными, как только мы получим эти огромные цифры. Все это вполне реально, вот и все. Мы включаем программу. Я собираюсь поговорить с вами об этом, а затем включу телевизор, или зайду в интернет, или зайду в инстаграм. И все влиятельные люди там будут рассказывать мне кучу всякой всячины, кучу жирных диет. Потому что у каждого из них есть свои собственные стимулы и свои собственные способы заработать деньги. Если бы существовал хотя бы один принцип, который я мог бы убрать из всей вашей работы, что я знаю, является почти невыполнимой задачей. Но если бы я мог просто сосредоточиться на чем-то одном, пытаясь справиться с бомбардировкой социальных сетей и рекламных постов, которые я собираюсь получить, когда я заканчиваю этот разговор, скажите, каким бы был такой руководящий принцип, о котором я не должен забывать? Выбирайте изменения, которые будут длиться всю жизнь, а не в качестве быстрого решения проблемы. Я думаю, что именно к этому мы и стремимся, и именно это мы хотим попытаться привить в качестве устойчивого и здорового образа жизни. Так что это означает, что я не чувствую себя так, будто я чего-то себя лишаю. Нет, нет. Хорошо. Я абсолютно уверен в том, что философия нашей компании Зои заключается в том, что ничто не может быть снято с повестки дня. Здесь нет ничего запрещенного, ничего запрещенного нет. А как насчет белого шоколада? Даже белого шоколада нет. Вы можете быть ребенком, любящим молочный батончик, вы можете его съесть. Но поймите, что это такое редкое лакомство. И чем больше вы этого хотите, тем лучше. И чтобы это все не сломало, и вам не пришлось начинать все сначала. Речь идет о том, чтобы остальная часть вашей недели была насыщена вкусными продуктами, которые дадут вам высокий балл и смогут компенсировать это. Так что в преддверии рождественского сезона все сходят с ума, переедают и все такое прочее. До тех пор, пока у вас есть долгосрочный план, чтобы ваш кишечник был здоров, вы работали и выполняли все эти задачи в целом. Вы не достигнете этих пиков с течением времени в течение многих лет, вот в чем наша цель. Так что, безусловно, речь идет о том, чтобы наслаждаться едой, сознавая, что это невероятно важное общественное событие. Именно поэтому в странах Средиземноморья, вероятно, дела обстоят намного лучше, потому что это очень важная часть семейной и общественной жизни. Даже у пожилых людей, будь то за бокалом вина. Мы просто тратим больше времени на то, чтобы наслаждаться новизной продуктов питания и расширять наш ассортимент продуктов питания. Так что мы действительно расширяем его ассортимент. Так что я действительно хочу, чтобы все снова полюбили еду и не испытывали всех этих зацикленностей. Но я не могу допустить этого, я не могу допустить этого. Если у вас на тарелке достаточно растений, то, в принципе, вы можете есть все, что угодно. Тим, спасибо вам. Я чувствую, что на этом можно неплохо закончить. И я действительно собираюсь подняться наверх и пересмотреть тот набор витаминов, который у меня есть. А также отказаться от всех этих напитков с нулевой калорийностью и без сахара, которые, как я думал, были полезны для меня. Вы дали мне много пищи для размышлений, и для меня невероятная честь познакомиться с вами в этот период моей жизни, потому что, как я уже сказал, это очень важно для меня, а также то, что мне была предоставлена возможность прочитать ваши книги. У вас так много потрясающих книг, всего их пять, что, по-моему, вы работаете над новой книгой. Мне больше всего понравились эти две книги. Итак, книга «Кормление с ложечки», а также ваша последняя книга «Пища для жизни», которая, по сути, является глоссарием продуктов питания. Является ли это точным утверждением? В ней рассматриваются все ключевые основные продукты питания и рассказывается о той роли, которую они играют в нашем здоровье. Да, эту книгу называют «Пищевой Библией» или что-то в этом роде. А «Пищевой Библией», сказал он. Но это практическое руководство практически по всем распространенным продуктам питания. Таким образом, вы сможете получить представление о том, что говорят вам последние достижения науки обо всех этих продуктах с точки зрения этики, здоровья и окружающей среды. У нас есть заключительная традиция этого подкаста, когда последний гость задает вопрос следующему гостю, не зная, к кому он обращается. Так что вопрос, который я задал вам, звучит так. Вы, кажется, нервничаете. Да, я очень нервничаю. Почему людям всегда кажется, что они нервничают, когда я задаю этот вопрос по сравнению со всеми остальными моими вопросами? Задавайте мне любые научные вопросы, против которых я не возражаю. Ну, знаете ли, у вас возник такой вопрос, если бы вы могли сказать одну вещь члену семьи, которого вы потеряли, кто бы это был? Что бы вы сказали и почему? Это должно быть адресовано моему отцу. Наверное, я бы сказал так. Мне действительно грустно, что нам так и не удалось толком поговорить. И я думаю, что теперь вы могли бы гордиться мной. И поскольку, как я уже объяснял, он умер, когда мне был 21 год, это как раз то время, когда вы как бы заканчиваете учебу. Становитесь более зрелым в то время, когда вы могли бы начать разговаривать со своими родителями, но вы этого не делаете. Так что я чувствую, что это та самая недостающая часть моей жизни, если хотите, которой мне так и не удалось обсудить со своим отцом что-либо значимое. Почему же это произошло? Сейчас у меня тоже есть такая проблема. У меня возникла та же проблема, когда я изо всех сил пытался поговорить со своим отцом. Я даже не знаю, в чем дело. Оглядываясь назад, я думаю, что гораздо проще было бы сказать, я должен был это сделать. Да, именно так все и происходит. И я думаю, что, возможно, в нас заложено то, что у нас совсем другие отношения с нашими отцами, из-за чего нам трудно разговаривать с ними на одном уровне или, знаете ли, не чувствовать какого-то соперничества или критики. Так что я думаю, что вы абсолютно правы в том, что если бы я сидел здесь рядом со своим отцом, это было бы совсем не то же самое, о чем я жалел много лет назад. И я думаю, что это, вероятно, часть процесса скорби, что потеряв кого-то, вы всегда чувствуете себя каким-то образом ответственным. Вам следовало бы сделать что-то раньше. Я думаю, что это тоже часть процесса скорби. И у многих людей тоже периодически возникают сны об этом. Потому что я никогда не видел своего отца, я никогда его не видел. Мне только что сказали, что он умер. Я вернулся из отпуска, вот и все, поезжайте на похороны. И для меня это была просто нереальная череда событий. И поэтому в течение многих лет мне снились подобные сны. Он был в Южной Америке и внезапно появился снова. О, так вот, мне пришлось исчезнуть. И я вернулся. Так вот, мне в голову пришла интересная мысль о том, что в каком-то смысле он на самом деле не умер, и у меня появится шанс поговорить с ним снова. Так что должно быть, это была ключевая часть тех подсознательных фрагментов моего мозга. Однако эта коммуникация идет в обоих направлениях, не так ли? Ведь так оно и должно было быть. Да, оглядываясь назад, можно сказать, что он был очень похож на отца 1960-х годов, который на самом деле не должен был заниматься детьми или чем-то еще. Он ходил на работу и оставался в своем кабинете, а поскольку он не был спортивным человеком, то никогда ничего со мной не делал. Так что абсолютно точно, да, так оно и есть. Но, как я думаю, вы уже говорили об этом в этом подкасте, знаете, у детей совсем другое восприятие этих отношений. Они чувствуют, что в каком-то смысле в этом есть их вина. Но да, он не был. По современным представлениям, он не считался бы отличным отцом. Тим, спасибо вам. Какая замечательная беседа состоялась. Я действительно очень ценю ваше время и благодарю вас за то, что пришли и поделились со мной своей мудростью. Я доставляю вам огромное удовольствие. Хочу получить краткое сообщение от одного из наших спонсоров. У меня есть совет для всех вас, который, я думаю, сделает вашу виртуальную встречу в 10 раз лучше. Как некоторые из вас, возможно, уже знают, Компания BlueJeans от Verizon предлагает бесперебойную высококачественную видеоконференцию. Но причина, по которой я использую BlueJeans по сравнению с другими инструментами видеоконференц-связи, кроется в погружении в процесс. Их инструменты позволяют вам чувствовать себя более тесно связанными с сотрудниками или клиентами, с которыми вы пытаетесь установить контакт. И вот теперь они запускают одно из своих самых масштабных усовершенствований функций для воздействия на виртуальные события под названием BlueJeans Studio. Я действительно воспользовался им на днях. Я провел виртуальное мероприятие с использованием этой студии, на которое, по-моему, пришло около 700 из вас. Так что, если у вас намечается какое-то мероприятие, и вы подумываете о том, чтобы провести его виртуально, загляните в студию BlueJeans прямо сейчас. Дайте мне знать, что вы думаете, потому что я искренне верю. Я знаю, что это реклама, и я должен это сказать. Но я искренне верю, что это лучший инструмент, который я видел для проведения действительно захватывающих простых, но высококачественных производственных виртуальных мероприятий. Давайте по-быстрому. Как вы, наверное, знаете, компания Крафт является одним из спонсоров этого подкаста, а компания Крафт — ювелирный бренд, производящий действительно значимые ювелирные изделия. По-моему, я ношу это изделие уже почти год. Оно ни разу не сломалось и не изменило цвета, потому что оно действительно очень хорошего качества и стоит примерно 50 фунтов стерлингов. Я не отношусь к тому типу людей, у которых есть роликсы или украшения стоимостью в десятки тысяч фунтов стерлингов. Я хочу, чтобы изделия были надежными, красиво выглядели и имели для меня смысл и значение. И именно поэтому я так долго ношу изделия ручной работы. И когда у нас зашел разговор о том, чтобы они спонсировали этот подкаст, мне невероятно захотелось, чтобы они это сделали. Проверьте это, если вы парень, на сайте kraftedlondon.com и да, если у вас появятся какие-нибудь созданные фрагменты, отметьте меня и дайте мне знать, что вы думаете. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok